Региональный чемпионат профессионального мастерства «Обилимпикс» для людей с ограниченными возможностями здоровья проходит в Хабаровском крае. Его участники соревнуются в 24 компетенциях, в том числе малярное, слесарное дело, торговля, художественный дизайн. Сегодня на площадке Хабаровского технологического колледжа определяли лучшего среди поваров. О том, как это было, в репортаже Арины Солдатенковой. Количество участников ограничено. Конкурсные блюда одновременно готовят пять поваров. Столько рабочих мест на кухне Хабаровского технологического колледжа. За работой начинающих поваров наблюдают эксперты из колледжей и техникумов. Оценивать работу своего студента запрещено. Нельзя разговаривать между собой, подсказывать участникам и заходить в их рабочую зону. Обмолвиться словом с одним из конкурсантов удалось только на общей части кухни. Я делаю суп-пюре из овощей. Тут брокколи, картофель, морковь, лучок жареный. Я люблю конкуренцию. И все. Поэтому я и люблю готовить. Поэтому я иду. Конкурсное меню состоит из двух блюд, которые были известны заранее. Суп-пюре и суфле из рыбы. На их приготовление отвели три часа. Эксперты фиксируют малейшие недочеты. Чтобы победить, нужно строго соблюдать определенные правила и технологию. Импровизация разрешена только в оформлении блюд. Правильно держать нож, правильно работать с оборудованием, правильно работать кухонными разделочными досками, правильно расставить в холодильнике товарное соседство, то есть продукты правильно расставить по полкам. По кухне уже раздаются ароматы. Это значит, что блюдо почти готово к подаче. На оформление блюд у всех участников ровно 10 минут. Один из критериев, за которым следят эксперты, это оригинальность подачи блюда. Впервые за два года региональный чемпионат «Обилимпикс» проходит в очном формате. Он собрал более 200 участников и 160 экспертов. Цель участия в конкурсах профмастерства – это, во-первых, мотивация студентов на дальнейшее трудоустройство. Они должны показать свои компетенции, которые они получают в процессе получения образования. Погружаются в такую стрессовую ситуацию, в рамках которой они уже выходят подготовленными специалистами. Победители в каждой из компетенций станут участниками национального чемпионата «Обилимпикс», который по традиции пройдет в Москве. Арина Солдатенкова, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».